Всем привет! Вы слушаете подкаст «Невозможное возможно» в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Партнёр этого выпуска – федеральный мобильный оператор Yota с покрытием по всей России. Yota позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. А с семейным конструктором экономить стало ещё проще. Теперь можно объединить до шести человек в одну группу и управлять всеми тарифами одновременно. Сегодня у нас в гостях мой тёзка Артём Симонянс, основатель технологического проекта о еде к Юме. Артём, привет! Привет-привет! Рады видеть тебя в нашей студии. Это у нас первый техфуд-проект на подкасте, поэтому предлагаю тебе сразу начать с небольшой презентации. Представь, что мы с тобой едем в лифте. Это такой стандартный элевейтор-пич с первого по десятый этаж, и тебе за это время, за расстояние в 10 этажей, нужно рассказать самое важное о проекте к Юме. Чем бы ты поделился? Что могу сказать? Мы создали технологию, которой нет в мире. Мы способны сохранять блюда из ресторана, ресторанные блюда сроком на 180 суток без потери качества. Это позволяет возможность открывать точки общественного питания на двух квадратных метрах без поваров и кухни. Слушай, по вводной презентации, мы, кстати, ещё не успели доехать до десятого. Интересно, давай разбираться более подробно. Собственно, по первичной презентации бизнес твой реально кажется невозможным. Ресторан на двух квадратных метрах, ресторанная еда, которая сохраняет качество до 180 дней. Ну, у нас уже сейчас есть 180 суток и есть уже 360. И есть уже 360. Давай начнём с самого начала. Твой путь вообще в собственный бизнес довольно любопытный. Ты работал в госструктуре, ты работал в региональном отделении телеканала. Это звучит, знаешь, как работы, на которых люди держатся долго, всю жизнь, но ты сейчас здесь и у тебя технологический проект о еде. Как так получилось? Как ты вообще пришёл к собственному бизнесу? Ну, вообще не сразу и до этого служил в правоохранительных органах, но с детства меня воспитывал папа, технолог общественного питания. И мы часто готовили еду для мамы, для моей сестры. И моё внимание всегда было в теме фуда, теме путешествий, теме гостиничного бизнеса и так далее. Ну, вот когда уволился из органов, начал пробовать себя в бизнесе в разных ипостасях. Кстати, вот ты сказал, что такая работа, за которой люди обычно держатся или ещё что-то долго. Я вообще считаю, что если тебе до 35, то как можно чаще нужно менять работу и идти за своим интересом, что тебе действительно интересно, и туда погружаться. Пробовать? Да. Слушай, но интерес к еде, собственно, у тебя ещё появился в детстве, да? Заложил его папа, повлиял на это. Ну, да. Слушай, а скажи, насколько работа в органах и на телевидении пригодилась в создании собственного бизнеса? Может быть, есть какие-то навыки, которые ты оттуда вычленил, и они тебе пригодились, когда ты уже занялся собственным делом? Ну, да. Вот работа в органах, я даже не знаю, наверное, нет ни одного дня, чтобы я там не благодарил Всевышнего за тот опыт. Почему? Потому что служба в подразделении по борьбе с терроризмом у меня была, да, там военные, боевые командировки. Вот. И она учит узнать свои границы. То есть до этого я жил в иллюзии, что вот есть какой-то страх там как-то двигаться, что-то понятно, что-то непонятно. А после этого опыта ты вдруг понимаешь, где действительно находятся твои границы, и много чего бы ты раньше боялся, перестаёшь бояться. Увереннее становишься, двигаешься более уверенно, и в бизнесе это очень помогает. Ну, и второе, это то, что правила, которые работают в бизнесе, на самом деле, и правила, которые работают в военном деле, они очень похожи. Слушай, а что, например, из таких правил похожи? Вот можешь привести к данной аналогии? Да, да, да. Ну, к примеру, в военной стратегии, если вы даже Суворова возьмёте, и посмотрите трактаты великих полководцев, то вы увидите, что главное военное действие – это разведка. Это всё узнать о будущей территории, о противнике и так далее и тому подобное. Да, вот в бизнесе то же самое. Постоянно снимать неопределённость, постоянно разведывать, постоянно узнавать, постоянно интересоваться новым и так далее. Это вот такое качество, которое очень полезно. Слушай, ну тогда начнём с разведки, с того, как в Кьюме у тебя всё начиналось. Почему эта ниша? Как ты решил, что будешь заниматься именно этим? Так сложилось, что как-то психика так работает, мозг, что задумываешься о глобальных вопросах. Ну вот, к примеру, когда я родился в 80-м году, население планеты было 4 миллиарда, а сейчас 8 миллиардов. Мы выросли в два раза. Представь. И при всём при этом у нас есть проблема голода в мире, и она усиливается сейчас особенно. И при всём при этом 30% продуктов питания, производимых в мире, выкидывается. Почему? Потому что, ну, пока они доедут, условно, от грядки до потребителя, на разных стадиях цепочки, там, пока их довезли, пока они на полке, они пропадают. Да. То есть у нас есть перепроизводство еды, и параллельно с этим проблема голода. И вот об этом я узнал как раз-таки от своего отца ещё, да, что он мне тогда говорил, что будут проблемы голода, потому что население растёт и так далее. Я вот всё время об этом задумался, о глобальных вопросах. И стал понимать, что будут перспективны те технологии, которые позволяют как раз-таки решить эту проблему, вот пропажа этих 30% еды. Вот. И постоянно смотрел в этом направлении, под разными углами, там, разные есть технологии и так далее. Но хотелось найти такую технологию, которая будет экологически полезная для человека. То есть без использования химии, без использования консервантов и так далее. Вот. И был постоянно фокус, и вот потом моё внимание зацепилось за заморозку. В природе так устроено, что лягушки, например, да, на зиму замораживаются, а весной отмораживаются и прыгают дальше, да. Это природо-естественный процесс. И вот как сделать этот процесс бережным для продуктов питания, вот над этим мы задумались, и как раз к нам стала приходить информация, что есть одна технология, вторая, третья, и вот мы начали в этом направлении пробовать. Давай немножко восстановимся во времени. Как давно это было? Как пришла сама идея, и ты стал, собственно, этот рынок изучать и искать новые технологии заморозки? Ну, самая первая идея пришла, наверное, лет 5-6 назад на кухне у друга здесь, в Краснодаре. Мы сидели, просто взяли ватман, карандаши, и решили написать то, чем бы хотелось заниматься с удовольствием. И там разные проекты в соответствии с нашими талантами, что ли, так, да. И вот один из проектов, который мы написали, антимак, антимакдональдс тогда еще. Вот, видимо, мечты материальные, да. Практика на кухне сработала. Да, сработала. В общем, смысл в том, что было желание кормить людей, чтобы в нашей стране хотя бы, да, но лучше в мире было здоровое питание повседневное, и по скорости, по сервису доступно, так же, как в Макдональдсе, но более качественное и полезное. То есть быстрое, но здоровое питание. Да, быстрое, но здоровое питание. И вот тогда еще. И вот с этого момента начался такой исследовательский поиск. А три года назад получилось так, что знакомые рассказали о технологиях в заморозке. Мы начали их исследовать, начали пробовать, поняли, что многое получается, многое есть несовершенств. И вот на этой стадии обычно люди как бы останавливаются и говорят, ну, уже все придумано. А мы подумали, а можем ли мы те несовершенства, которые есть в технологиях, исправить? Вот, ну, такой амбициозный, такая мысль возникла. И начали просто пробовать. И так потихонечку начала складываться команда. Вот я познакомился с моим партнером Алексеем Кислуном. Он тогда был руководителем, главным инженером, там, одной из дочек Газпрома региональных. Вот, у него там в подчинении было 100 человек. Это конструкторы. У него у самого 80 патентов с лишним, да? Он там такой конструктор-изобретатель. И вот мы встретились, я рассказал о своих идеях, о том, как бы я хотел, что реализовать и так далее. Он очень скромный человек, такой настоящий инженер, гик. Он не любит много разговаривать, молчаливый и так далее, да? Исследовать. Да, исследовать. Он говорит, я попробую. И вот начал пробовать, и там через несколько, там, через месяц-полтора у нас появился там первый MVP, да? Первый продукт, который можно было уже пощупать, потрогать. Это была печь, из которой торчали провода в разные стороны, как-то она управлялась с компьютера, подключенная была к компьютеру. Но она там, те задачи, которые мы перед ней первоначально ставили, она уже осуществляла. Вот. И вот ребятам стало интересно, мы объединились с Лёжкой. Вот. А потом к нам присоединился третий наш партнер и друг, фаундер компании, Женя Писарев. Мы начали расти и поняли, что если мы хотим расти быстро, то для стартапа важны гибкие системы управления. Не иерархичные, где сверху есть начальник, который говорит, вы правы или вы не правы, и так далее. А где объединяешься под цель, под задачу в команду и решаешь. И мы искали человека, кто знает об этих гибких системах управления. И вот в Магните работал такой человек, который занимался agile трансформацией, если кто из слушателей знает. Давай расшифруем, чем занимался. В agile трансформации есть гибкие системы управления, которые пришли к нам из Японии и Америки по управлению IT-проектами. Суть их в чем? Что там нет руководителя, там есть три роли. Продукт-оунер – это собственник продукта, тот, кто обозначает, что он хочет получить. Есть команда разработчиков, это там конструкторы, инженеры, дизайнеры и так далее. И есть скрам-мастер. Скрам-мастер – это тот, кто доносит ресурсы и обеспечивает ресурсами команду разработчиков и коммуницирует между продукт-оунером и командой разработчиков. И вот там происходит движение спринтами. То есть, условно, мы хотим с тобой сделать машину Феррари, к примеру, но мы говорим, что в этом спринте мы делаем только руль, к примеру. Маленькие шажочки. Да, и мы вот под этот руль понимаем, кто нам нужен. Нам нужен человек, кто занимается специальной кожей для обтягивания руля. Нам нужны ребята-инженеры, которые занимаются карбоном, чтобы сделать этот руль легким, твердым и так далее. И вот мы объединяемся в эту группу и бежим в спринт. Я знал о таких технологиях, но умения, навыка применять их у меня не было. И поэтому я решил найти человека, кто в этом разбирается. И вот нам посоветовали Женю Писарева, он провел для нас тренинг, потом мы рассказали ему больше о нашем проекте, показали, как мы там что делаем, попросили его нам помочь с консультацией. Ему понравилось, и в итоге и нам понравилось с ним взаимодействовать, чтобы вы понимали, такой человек. А он ультрамарафонец, вот, кстати, буквально через несколько дней бежит сто с чем-то километров по горам Эльбруса, вокруг Эльбруса, в общем. Он, кстати, подсадил всю нашу компанию на бег по горам, мы в том году бегали корпоративно в горах. Это одна из особенностей вашей корпоративной культуры? Да, да, да. Круто. Да. Вот, и вот мы три основателя начали двигаться дальше, создали компанию вместе. И вот за два года, каждый год мы растем примерно в 7,2 раза. Сейчас также пользуетесь скрамом, сейчас также в такой же атмосфере стартапа развиваете компанию, правильно? Да, да, да. Может, поделишься, какие цели на ближайший спринт? На ближайший спринт у нас выход на рынок Арабских Эмиратов, на рынок вообще Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, там, Индонезии и так далее. Вот у нас вывод нового продукта на рынок. Пока не могу открывать карты, но скоро мы анонсируем. Ну, и есть финансовые там цели для компаний по выручке и так далее. Но сейчас главное – это международная экспансия. Мы выходим на международный рынок. Ага, понятно. Довольно амбициозные цели. Немножечко вернемся, давай с тобой назад. 100% интересно послушать о самой технологии. А в чем ее, собственно, была новизна и что она из себя представляет? Как она устроена? Ну, технология состоит из трех этапов. Первый этап – это само приготовление продуктов питания. Этот этап, который мы фактически превратили, оцифровали, назовем так. То есть, что это значит? У нас есть ядро – это система на основе искусственного интеллекта, которая фактически конструирует блюдо. Что это значит? Оно понимает, из каких ингредиентов состоит блюдо, понимает, какой степени до готовности должны быть эти ингредиенты. Таким образом, и как они должны друг с другом сочетаться, чтобы в итоге, когда наступит следующий этап, это этап сверхинтенсивной тонкой заморозки, которую мы тоже создали, сейчас об этом подробнее расскажу, чтобы этот этап прошел максимально бережно. То есть, есть IT-система, которая конструирует и говорит нам, как должны сочетаться блюда, то есть, в блюде ингредиенты, и какого сорта они должны быть, какой степени до готовности они должны быть, чтобы кривые температуры на них действовали потом максимально бережно. Вторая часть этой технологии – это уникальная система заморозки, которой мы создали «Умный лед», которая также понимает, из каких ингредиентов стоит блюдо и дает специальные кривые температуры для того, чтобы максимально бережно эти ингредиенты были заморожены, то есть, чтобы их структура клеточная сохранилась, не было разрушений. Это технология заморозки, которую вы также запатентовали и опытным путем получили. В ней три инновации на данный момент, на которых мы получили патент, и два ждут патента еще. То есть, мы получили уже приоритетное право, ждем. То есть, это такая камера, которая сконструирована нами специально. Это специальная система подачи холода, которую мы тоже сконструировали полностью. И специальные инертные газы, которые закачиваются в саму камеру и делают, улучшают теплопроводность. Делают так, чтобы максимально быстро холод проникал в структуру блюда. И контроллер, то есть, компьютер, это система IT, программоаппаратный комплекс, который управляет этим всем. Вот это тоже мы создали. Насколько большая команда разработчиков для этого понадобилась? Тут несколько серьезных IT-решений. И как эта команда собиралась? Собиралась она не сразу, она собиралась потихоньку. У нас сейчас есть специалисты. Суть технологии в чем? Потому что у нас специалисты есть в инженерии, есть в понимании холода, есть в СВЧ специалисты, есть и специалисты по искусственному интеллекту, по машинному зрению, по обучению. Вот сейчас команда IT на данный момент 12 человек – это парт-тайм. И еще там порядка 7 человек – это на удаленке, в разных странах и так далее. И вот до декабря у нас задача R&D-отдел вообще разработчиков увеличить в три раза. Увеличиваете разработчиков количество с какой целью? Какие-то еще новые технологии разрабатываете или совершенствуете текущие? У нас, во-первых, совершенствование текущих, во-вторых, мы нащупали еще две новые технологии и сделали по одной MVP, а по второй пока исследовательская работа идет. Поэтому сейчас нужно увеличиваться. Окей. С командой разработчиков понятно. Итак, технология заморозки практически на молекулярном уровне, с инновациями. И что еще? И есть еще третья часть – это уникальная печь, на которой нет ни одной кнопки вообще. Смысл в чем? Мы приготовили еду по специальной технологии на фабрике кухни, упаковали в герметичный лоток, и заморозили по сверхбережной технологии умный лед, который мы создали. Есть. Все. Теперь мы доставляем эти блюда, замороженные, супербережно, в любую точку страны. Условно, у тебя есть кафешка маленькая, или ты поезд РЖД, к примеру, или, я не знаю, или ты самокат, или ты Яндекс.Лавка. И теперь для того, чтобы, например, Яндекс.Лавка продавал горячую еду или самокат, им не нужно держать кухню, поваров и так далее. Им достаточно держать морозильник с едой в лотках. В котором хранится. Да, и печечку. То есть оператор что делает? Берет, получает заказ, он берет лоточек из морозильника, кладет в печку. Печка сама понимает, что за блюдо, доготавливает его за 6 минут, и через 6 минут курьеру отдается свежеприготовленное блюдо ресторанного качества. В 80-х, 90-х, не, наверное, в 90-х годах был такой фильм «Крепкий орешек», а еще был фильм с Брюс Уиллисом «Пятый элемент». «Пятый элемент». Да, «Пятый элемент». Я очень прям вспомнил эту картину, как Брюс Уиллис готовит себе еду. Курицу, да? Да, да, да. И у вас происходит примерно то же самое. Да, да, да. То есть реально такая еда будущего. Слушай, ну ты упомянул самокат, Яндекс.Лавку, маленькую кафешку. Давай знаешь, вот с чего начнем. Вот она, новая технология. Вы ее опробовали, она работает, и дальше с ней нужно выходить на российский рынок. Дальше у нас закончились деньги. Ага, дальше закончились деньги. Дальше закончились деньги. Ну, это дорогостоящая технология, да, многое время. Что делать дальше? Деньги закончились. Мои деньги закончились, партнеров деньги закончились. Что делать дальше? А дальше есть такое в венчурном рынке. Друзья, дураки, либо family. Там три friends, family и full. Ты идешь ко всем им и говоришь, ребята, у меня классная технология, нам кажется, вот мы там разрабатываем, кажется, будет много профита, дайте денег хоть кто-то, хоть что-то инвестируйте. А так сложилось, что когда я занимался до этого другими бизнесами, у меня моего однокурсника, брат младший, пробовал себя в предпринимательстве и все время мне звонил там посоветоваться что-то. Вот я ему постоянно что-то советовал, помогал от души просто, да. И вот так сложилось, что когда у меня закончились деньги... У него начались. У него начались, потому что он удачно вложился в криптовалюты. У него там какой-то непонятный вообще запредельный рост и так далее. Я звоню ему, говорю, слушай, у меня вот такая история. Я говорю, ты не знаешь, у кого можно денег занять или пускай там вкладывать. Я говорю, сколько нужно? Я говорю, примерно 9 миллионов нам нужно в рублях. Все. Он говорит, без проблем. Говорит, ты мне помогал постоянно, я вот готов к тебе. Ты попал в ту F, которая Friends. Да, да, да. Да, все. И мы открыли первое производство, арендованное, полуподвал для того, чтобы собирать оборудование. Вот наняли первых людей и начали делать. И, в общем, где-то в марте месяце мы вывели, в феврале мы начали, но в марте месяце в конце мы вывели продукт на рынок, и как раз пандемия случилась. А мы сделали первую продажу в подмосковный отель, Руза называется. Первый клиент, это был отель. Отель, да. И вот благодаря этому мы выросли. Почему? Потому что отель продолжал работать. Требование распотребнадзора было о том, чтобы организацию питания вообще закрыть, потому что передача вируса происходит и так далее. Отель работает. И об отеле местный канал подмосковный, 360, кажется, так называется, снял репортаж. Как-то так вот работают во время пандемии. И туда приехало 8 человек Роспотребнадзора с проверкой. Так, а там, собственно, ваша печь, ваша еда. А там они что увидели? Они увидели, что нету поваров, что каждый бокс с едой герметично упакован, хранится при минус 18, это среда без бактерий, доготавливается при плюс 75 и выше, среда без вирусов. Удивились этому и разрешили этому отелю продолжать работать. И еще направили в отель группы обсервантов. Это те люди, которые прилетали из-за границы, и им нужно было карантин провести, их нужно было кормить. И что получилось? Что отель во время пандемии заработал больше денег, чем за этот же период прошлого года. А в отельной истории там все друг с другом общаются, это всякие чатики есть, отельеров и так далее. И они начали общаться, и к нам начали валиться заказы. Ирина Иванченко зарегистрирована как женщина, читающая быстрее всех в мире. Ее рекорд – 163 333 слова за минуту. Боимся представить, как быстро она может рассказать какую-нибудь новость. С йота вы также быстро сможете настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта, чтобы не платить за лишнее. Невозможно? Возможно с йота. И так, собственно, период пандемии, ну вот такую роль сыграл в продвижении твоей технологии. Позитивную. Позитивную роль. И, соответственно, сразу все проблемы с Роспотребнадзором и так далее были решены благодаря вот этой истории. Круто. Слушай, а вот в идеале, вот этот мир будущего, где Брюс Виллис курочку готовит у себя дома, вы двигаете эту технологию? На твой взгляд, как скоро это возможно повсеместно? То есть, когда там у каждого или каждого второго дома будет доступна такая технология? В общем, здесь, когда мы говорим о том, как скоро может быть доступна технология, стоит подумать о том, какую пользу она дает. Самая первая польза для потребителя, для консюмера, это то, что мы высвобождаем время. То есть, сейчас жизнь обычной девушки, ей 25 лет, она работает в банке, условно, в Москве. Она закончила 8-часовой рабочий день, села в каршеринг, доехала до какого-то ритейла, да, час стояла в пробке, потом еще 40 минут ходила по полкам, собирала все это с пакетами тяжелыми. Приехала домой, еще час готовит из этого, делает суп для себя и для своего любимого. Вот. А с нашей технологией она просто едет домой, у нее всегда есть ресторанные блюда, рассчитанные ее диетологом, разные, паназиатская, кавказская, какая угодно кухня. Она кладет ее в печку и через 6 минут имеет готовое блюдо. И теперь у нее вот эти полтора часа или там больше, она не потратила на поиски и приготовление еды. Она занялась йогой, послушала какой-нибудь подкаст, кстати, да, там, или еще что-то, как-то расширила свое сознание. Вторая категория людей – это мамы. Мамы с двумя и более детьми, которые сидят дома, да, воспитывают деток сейчас. И вот представьте, один ребенок хочет котлетку с картошкой, а второй не хочет котлетку с картошкой, хочет борщ. Да, это же большая проблема. Но если еще глобальнее глянуть, то, что меня в этой истории драйвит, кроме того, что мы высвобождаем время людей и помогаем их жизнь сделать более осознанной, да, это проблема экологии. Вот сейчас вот просто посмотри на один момент очень важный. Если постоять на кассе ритейла, полчаса просто позаписывать, сколько пластика каждый день один человек приносит домой. И у этого пластика одна задача – взять ингредиент на полке, донести его до дома. То есть у него жизнь, у этого пластика, полчаса. Через полчаса этот пластик весь будет выкинут в мусорку. Это происходит каждый день в каждой квартире. Миллионы, миллиарды людей в мире генерят огромное количество пластика. Представил, да? Вот. А теперь представь, у тебя дома стоит печечка и рацион питания, рассчитанный твоим диетологом, на условно два месяца. Это значит, что ты не будешь ходить в магазин и не будешь приносить кучу пластика, не будешь из этого готовить. Кроме того, что у тебя высвободится время, да, продуктом жизнедеятельности остается биоразлагаемый лоток, который, если даже попадет на мусорку, то через полтора года от него не останется и следа. Я считаю, что как только мы станем привычной системой питания вот в городах-миллионниках, мегаполисах мира, условно, Нью-Йорк, Лондон, Сингапур и так далее, да, то планета существенно выдохнет с проблемой пластика. Ну, и еще ряд вытекающих из этого других экологических историй полезных, да, это в том числе то, что 30% еды не будет пропадать, потому что ее можно производить там, где она произрастает. Вот она произрастала, мы сразу ее приготовили и на 180 суток или на год, на 360 суток сохранили, да. Это значит, что на логистических цепочках она не пропадет, ее не выкинут. Увеличивает срок жизни еды. Да, это значит, что пастбищ, которые сейчас вырубаются в леса, например, для того, чтобы появились пастбища и засеиваются плодородные земли кормовыми культурами, этого будет гораздо меньше. То есть вместо кормовых культур мы будем выращивать пшеницу, да. Вместо того, чтобы вырубать лес, мы не будем это делать, потому что мы не будем тратить на тех животных, которые выкинуты будут. Понимаешь, мы их произвели, но выкинули. Вот много-много таких штук. Так вот, когда бизнес создает продукт, который может быть полезен людям на разных уровнях, людям высвобождает время, дает эмоции, способствует экологии и так далее, то у него большие шансы. Вот мы сейчас, мы не успели начать, да, и сейчас уже в 30 городах страны. У нас запрос из 18 стран мира на нашу технологию. Ну, потому что это выглядит как технология, которая необходима человечеству в целом. Да. Вы только начали и уже в 30 городах. Расскажи, где сейчас можно попробовать еду к Юме, где вы находитесь, и как выглядит ваш основной клиент? Кто это? Ну, вот, наверное, я начну сначала с клиентов, потому что наш клиент – это вообще все те, кто занимается организацией питания. А нашу еду можно попробовать в дарксторах страны. Это Яндекс.Лавка, Самокат, Кухня на районе, Озон.Экспресс. Вот сейчас будет Магнит и так далее. Но еще и в Хорике – это гостиницы, кофейни, рестораны и так далее. Основная география – это Москва. Большая часть клиентов – это Москва, Питер, Краснодарский край, побережье, регион. Для гостиницы мы решаем вопрос того, что теперь у них может быть стандартизированное питание без поваров и кухни, то есть ночью не надо держать поваров. Кто-то приехал в командировке в 3 часа ночи, с поезда голодный, негде покушать. Сотрудник с ресепшеном может за 7 минут принести ему ресторанное блюдо в номер в любое время дня и ночи. Для дарксторов для них важна территория, площадь. Экономия. Экономия площади. И минимум должно быть операционных костов. И вот мы как раз помогаем это сделать. То есть минимизировать косты и одновременно дать сервис, горячее питание клиенту. А что такое горячее питание в дарксторе? Это увеличение среднего чека, это частотность заказа. Ну, условно, я заказываю еду в условном самокате и вспоминаю, что я забыл домой купить условно туалетную бумагу и зубную щетку. И в один заказ мне его привозят, да, к примеру. Также мы представлены на трассовых АЗС Лукойла, Газпрома, Роснефти по трассе М4, то есть от Краснодара до Москвы, Москва, от центра Москвы и от Москвы до Питера. Развиваемся в канале АЗС сильно, быстро. Что еще? Ну и, конечно, кофейни, кальянные, маленькие ресторанчики. Мы для них сокращаем расходы на персонал сильно. И в то же время даем возможность качественного сервиса еды. Слушай, вот давай тогда на типичном примере рассмотрим то, как вы работаете с клиентом. У меня, допустим, небольшая кофейня в городе Краснодарского края на побережье, в каком-нибудь условном Геленджике. Большая проходимость. И возникает запрос на еду. Но я уже, знаешь, такой уставший ресторатор. Я намучился с кухнями, с этой текучкой поваров, с постоянными проблемами с закупками продуктов и так далее. И, собственно, я нахожу к Юме. Как я с вами работаю? Что вы мне даете? И как, соответственно, устроены взаимоотношения с клиентом? Очень просто. Ты оформляешь заявку на сайте, с тобой связывается менеджер, может быть, доуточняет какие-то детали. И, условно, завтра у тебя печь или там две печи. И рацион питания. Условно, первая партия питания. Хранится она у тебя в обычном морозильнике минус 18. Условно, ларь для мороженого, который и так у тебя есть. У такого предпринимателя обычно есть уже. Он что-то продает из замороженного. Ну да, да, да. Все. И печь мы предоставляем тебе бесплатно совершенно. Мы тебе ставим, но она принадлежит нам. Это как аренда, как кофемашины, может быть, знаешь. Ну да, то есть арендуем печь. Да, да, да. Все. И что происходит? К тебе приходит клиент, говорит, я хочу борщ. Словно, ты говоришь, окей. Ты достаешь его из морозильника, кладешь в печку. Печка сама поняла, что это за блюдо. Доготовила его за 6 минут. Ты подаешь его клиенту. Довольный клиент. И ты заработал. Но ты заработал минимум 100% на этом. А вообще на побережье, я знаю, у нас есть клиенты, делают по 300%. Но это каждое в этом дело, да. И при этом у тебя нет затрат на поваров, у тебя нет налогов, нет заработных плат по этому вопросу. У тебя нет претензий распотребнадзора. Ты не паришься о том, что эта сезонность и повара перетекают из одного кафе в другое. Тебе это вообще не парит. И занимает это у тебя условно даже меньше двух квадратов. Печа экономит. Да, спокойно стоит вот так. Это долгосрочная аренда вашей печи, правильно? И покупая в дальнейшем я только рацион, пополняю свое меню и так далее. Да. Слушай, давай поговорим немного про продукты и про сами блюда. Сколько сейчас блюд вы предлагаете? И где, собственно, происходит вся подготовка продуктов, заморозка и как готовятся блюда? Сейчас порядка 70 СКЮ у нас. И это количество растет, будет порядка 200. Потому что мы сейчас выходим на арабский рынок. Там другое меню, другие вкусовые предпочтения. Появляются новые. Да, да, да. Готовится это на фабрике кухни в Краснодаре. Сейчас мы строим еще одну фабрику в Краснодаре. Да, увеличиваем объемы. И, скорее всего, еще одна появится в Казани у нас логистически. Разрабатывает блюдо Валера Порядин. Это один из ведущих топ-10 поваров России. Он стажировался в двух мишленовских ресторанах долгое время. Он очень талантливый. И я считаю, что если бы мишлен доехал бы до Питера и пришел в его ресторан, то больше бы мишлен никуда бы не поехал. Да, потому что реально, знаешь, есть люди, которые на своем месте, как от бога, нашли свой талант. И он просто фантастический. Он разрабатывает блюда для нас в нашей команде. Мы их по нашей технологии производим на фабрике здесь, на нашей фабрике в Краснодаре. И распространяем из Краснодара по всей стране. Самую дальнюю точку, куда мы возим, это Якутск, Калининград. И у нас была единожды поставка на Камчатку. Окей. Слушай, а что по поводу франшизы? Такой бизнес возможно развивать франшизой? И делаете ли вы это? Да, да. Ну, есть как бы на рынке ребята, которые, что бы ни придумывали, быстро уфакуевывают франшизу и стараются ее продавать. У нас другой немножко подход. Мы хотим, чтобы наши франчайзи-партнеры были довольны и были в прибыли, и об этом рассказывали всем и привлекали еще больше. Поэтому мы решили пойти другим путем. Мы решили сначала отработать все механики, выгрести все факапы, которые могут произойти, все боли, которые могут случиться, так, чтобы наш партнер, будущий франчайзи, он с ними не столкнулся. Да, максимально было для него комфортное взаимодействие с нами. Вот сейчас идет оформление первых трех франшиз, больших, крупных. Это и на дистрибьюцию условно там в регионах, и одновременно управление точками питания самостоятельными кафе. И ведутся сейчас переговоры о франшизе самого производства питания, самой технологии. И, возможно, в ближайшее время у нас в России в одном регионе появится первая франшизная фабрика. Активно мы франшизы еще не продавали. Мы пока продаем их через своих, условно. Но активная фаза продажи франшиз, мы запланировали ее на декабрь месяц, на начало. Текущего? Да, да, текущего года. И вот будем развиваться тоже в этом управлении. Какие-то, возможно, требования к франчайзе, или, возможно, те какие-то люди, которым вы точно не дадите работать со своей франшизой. Есть такое? Да. У нас политика в компании такая, во-первых, я уже говорил о гибких системах управления. Если кто-то из слушателей подкаста слышал такое понятие спиральная динамика, если кто не слышал, особенно занимается бизнесом, я рекомендую обязательно прикоснуться к этой информации. В общем, мы нацелены на то, чтобы создать то, что называется бирюзовую компанию. Это где люди объединяются не потому, что они пришли зарплату получить, а потому что им интересно создавать мир, новый, интересный, и они вместе под проект соединяются. И у нас такое же отношение к самим себе и к нашим партнерам. То есть для нас у тебя может быть много денег, и ты даже имеешь кучу опыта. Да, и ты, наверное, хочешь стать нашим франчайзи-партнером, но если мы видим, что личностные качества у нас разные, что ценностные ориентиры у нас разные в жизни, то, скорее всего, взаимодействие не произойдет. Потому что для нас это важно, важно не нести смыслы. Если вы жесткий человек и не принимаете многообразия, если вы считаете, что брать лучше, чем давать, то нам точно не по пути. Если вы стараетесь в своем деле проповедовать, проповедовать добрые смыслы, проповедовать уважительные отношения друг к другу, если для вас важны ценности семьи, детства и так далее, качества, здоровья, и вам не все равно, что питается ближний, то есть вы продаете не для того, чтобы извлечь прибыль, а для того, чтобы пользу сделать. Вот если вы про добро, то вы наш бро, вот так я скажу. Это лозунг вашей французы. У нас лозунг нашей компании был такой. Сначала избавить женщину от необходимости готовить еду. То есть пускай она готовит тогда, когда ей действительно хочется, когда ей удовольствие, а все остальное время пускай из-за нее готовит к юме. Это заманчиво. Артем, мы еще в подкасте «Невозможно и возможно» говорим вот о чем. Расскажи, было ли на твоем пути, на пути создания собственного бизнеса и проекта к юме, какое-то препятствие, когда показалось, что от мечты об этом проекте придется отказаться? Если такое было, что это было? И что помогает в такие моменты все равно двигаться вперед и достигать результатов? Такое, кажется, происходит постоянно, но ярких моментов было два за всю историю компании. Это такие кассовые разрывы у нас случились. То есть те 9 миллионов помощь, про которые я говорил, они... Да, вот те от «Фрэнс». Они, то есть с февраля до июля, они закончились. Они закончились, но еще продаж таких, чтобы мы могли как-то существовать, их не было. Только первые-первыхые у нас случались продажи. Вот, и здесь было сложно. Полтора месяца люди не получали заработную плату, но я боялся приходить на работу, смотреть людям в глаза. Вот, но все равно он это делал. Вот, и оказалось, я получил кучу позитивного опыта. Ну, во-первых, я понял, что у нас команда собрана не про зарплату. Они собраны потому, что кайфово вместе делать дело. Первое, да, что все готовы поддержать, когда трудно. Да, это для меня был бесценный опыт. Но что происходило? Мы, я отправлял презентации инвестиционные всем, кому мог. Тогда еще не было опыта привлечения инвестиций. Всем вообще подряд, вплоть до того, что тем людям, с которыми я, наверное, не хотел бы пересекаться, да, но когда-то вот был какой-то опыт там, может, позитивный, может, негативный и так далее. Всем отправлял. Я отправил своему однокурснику, однокурснику в Москву, и был уверен, что, ну, оттуда, ну, как бы, мало вероятности. И забыл про это. И вот мы в этом в кассовом разрыве, и все. И от этого однокурсника, там, через месяц, наверное, после того, как я отправил ему, может быть, даже полторая, презентацию, я получаю фотографии нашей еды. Я думаю, блин, где он ее ест? А оказывается, он следил за нашим Инстаграмом, увидел, что мы сделали первую поставку в подмосковный отель, а он сам из Москвы, он рассказал своему другу, который, ну, инвестирует в разные проекты и так далее. Они просто сели в машину и поехали попробовать. И вот... В тот самый подмосковный отель? В тот самый подмосковный отель. И тут случается чудо. На месте находится управляющая этого отельного комплекса. И в этот же момент Роспотребнадзор, вот эта проверка пришла. То есть ребята кушают еду, им очень нравится, они удивляются, как такая еда могла быть после заморозки. Не могут понять. Видят, что она готовится не поварами. Подходят к управляющему отелю, говорят, дайте обратную связь. Она говорит, вы знаете, да. Я сейчас, вот у меня здесь нет персонала, но у меня все накормлены, я вообще счастлива, я заработала. А вот еще Роспотребнадзор, который разрешил, и у меня сейчас еще будет целый корпус этих обсервантов. Наглядная демонстрация. Да, и эти ребята звонили нам буквально через день с вопросами о согласовании сделки. Но перед этим полтора месяца было очень жестко. А очень жестко думали, что все, будем закрывать проект, потому что не дотянули. И такой же был второй раз буквально недавно здесь, потому что из-за происходящих мировых событий сильно изменились цепочки инвестирования. То есть венчурные инвесторы зарубежные вдруг, которые нас рассматривали в инвестиции, вдруг отказались от этого. И пришлось менять инвестподход и так далее. На этом потратили время и тоже оказались без средств. Потому что компания сильно развивается сейчас, много вкладывает. И вот как бы вот так. Но в целом все, слава богу. Иногда кажется, что Всевышний Проведение ведет этот проект как-то так. Слушай, ну, желаю успехов и развития. Это бизнес, который направлен на благие цели. Сегодня у нас в гостях был Артем Симонянц, основатель фудтех-стартапа Кьюми. Артем, спасибо, что поделился своей историей о том, как идеи об улучшении жизни каждого человека применяются в фудтех-стартапе. Спасибо. Спасибо всем. Всем удачи и процветания в бизнесе. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии RedBarn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту, и «Невозможное» станет возможным. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин